Если не отождествлять себя с интеллектом и не отождествлять себя с телом, то с чем же? Вам нужно попробовать. Если вы не отождествляете себя с интеллектом и не отождествляете себя с телом, с чем же вам себя отождествлять? Как только вы отождествляете себя с чем-то, чем бы это ни было, ваш ум всегда замыкается на этом, потому что такова его природа. Например, национальность. В Индии мы испытали это на собственном опыте. Это есть везде. Здесь, в США, много людей, которые приехали сюда из других стран. В определенный момент то, что было Индией, было разделено на три различные страны. Если вы оказывались по эту сторону границы, у вас появлялась одна идентичность. Если по другую, то другая. Если вы идентифицируете себя как индийца и видите, как кусок ткани развивается в воздухе, у вас глазам подступают слезы. Я говорю о флаге. Люди готовы отдать жизнь за него, умереть за него. Но если вы по другую сторону границы и видите этот развивающийся флаг, вы испытываете ненависть. То есть идентичность, природа идентичности такова, что с чем бы вы себя не отождествляли, ваш ум сразу же замыкается на этом. Потому что это инструмент самосохранения. Если вы отождествляете себя со своим телом, он сразу же начнет работать на его сохранение. Если вы отождествляете себя с какой-то большой идеей, он замыкается на ней. Он настолько поглощен ею, что вы готовы отдать жизнь за свою нацию. То есть мы должны отождествлять себя с ничем? Как можно отождествлять себя с ничем? Если ваша идентичность исчезнет, если вы осознанно отбросите свое отождествление, точно так же, как здесь сейчас лежат мои руки, таким же будет и ваш ум. Если захотите, сможете его использовать. Если нет, он просто будет присутствовать. И все, и все. Все идет так, как идет, просто потому, что вы отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь. Я, конечно, верю вам. Не стоит, вы ведь ученый. Вы не должны ничему верить. Я ничему не верю. Нет, нет, просто... Это схоже с моими мыслями, как ученого. О том, что то, с чем мы себя отождествляем, все это довольно условно. Вроде нашего тела, или потока мыслей, или нашего знания, и всего такого. Семья, нация, одно, другое, идеология, все. Да. Я согласен, что для собственного удобства, для выживания, как вы сказали, мы создаем модель мира, в которой есть определенные объекты, обладающие определенными свойствами. И мы также являемся этими объектами, и у нас есть свои границы и свойства. Но все это вымысел. Это просто модель, которую мы придумали. Она лишь приблизительна. Она полезна для определенных целей. Но это не природа реальности. Мы наложили ее на реальность для собственного понимания. С этим я согласен. Но мне сложно понять, как применить это на практике. Потому что я, конечно, знаю, как работать с этой моделью. Как с ней обращаться. Это то, что я делал всю свою жизнь. Но даже хотя я знаю, что это всего лишь модель, и у нее есть свои ограничения, я не знаю, что еще я могу сделать. Вам не нужно ничего менять в том, что вы делаете с окружающим миром. Нужно изменить то, что вы делаете с собой. Вам не нужно менять ничего из того, что вы делаете во внешнем мире. Я беседую с вами сегодня потому, что если кто-то способен делать то, что может улучшить нашу жизнь, создавать чудесные вещи, такой ум, такой человек, не должен страдать от ограниченности отождествления. Мне нравится эта мысль, но как бы мне этого достичь? Я могу вам в этом помочь? Я могу дать вам простой процесс, который вам в этом поможет. Это простой процесс, которому мы обучаем. Вы сидите здесь, и это не галлюцинации. Вы отчетливо ощущаете, что ваше тело здесь, ваш ум где-то там, то, что является вами, находится где-то еще. Не надо давать других имен тому, чем вы являетесь. Но ваше ощущение того, кем вы являетесь, немного отдаляется от вас, вашего тела и вашего ума, или, по крайней мере, вашего интеллекта. Когда между вашим интеллектом и телом и вами возникает небольшая дистанция, есть только два источника всех неприятных ощущений и страданий человека. Ваше тело может испытывать страдания, если на него воздействовать. Ваш ум может испытывать страдания, ему даже не нужно внешнее воздействие, большинство людей справляются сами. Вы сейчас на меня воздействуете. Это единственные источники страдания. Когда появляется небольшая дистанция, это конец страданиям. Только когда вы будете абсолютно лишены страха перед страданиями, самой возможности страданий, вы будете идти широкой поступью. Иначе, любой шаг будет только полушагом, потому что всегда будет возникать вопрос, что же будет со мной?